Какова ситуация с легальными и нелегальными таксистами в городе, решили проверить сотрудники комитета по транспорту совместно с ГИБДД и профсоюзом таксист. Механизм проверки прост. В одну точку вызываются по две машины из пяти разных служб такси. Ловля нелегальных таксистов на живца для контролирующих органов уже стала обычной практикой. По-другому выявить перевозчиков-нарушителей практически невозможно. Но сегодняшняя акция носит не карательный, а скорее рекомендательный характер. Так сказать, последнее китайское предупреждение. Не будет оштрафован сегодня ни один таксист. Сейчас идет именно профилактическая разъяснительная работа. Людям просто разъясняют, как нужно работать правильно, легально, законно, чтобы не попадать на штраф и работать спокойно. Через пару минут после вызова подъехал первый таксист. За оперативность, конечно, пять, но вот лицензии отсутствует. В обычной ситуации эта поездка закончилась бы для перевозчика немаленьким штрафом. Но сегодня только предупреждение и специальная листовка от Комитета по транспорту. Эту машину с первого взгляда нельзя принять за такси. Но оказалось, что водитель легальный перевозчик с разрешением на работу. Говорит, спешил на заказ и забыл нацепить фонарь и шашечки. В следующий раз такая забывчивость может обойтись таксисту в кругленькую сумму. Есть моменты, когда даже легальные нарушают. То есть отсутствие фонаря специального, либо цветографической схемы не нанесена, либо в страховом полисе какие-то недочеты. Но это все быстро устранимо. То есть водители за это привлечены к административной ответственности, соответственно, и они будут в дальнейшем устранять все свои нарушения. Из 10 машин только одна была экипирована согласно букве закона. Шестеро подъехавших по заявке водителей оказались нелегалами. В трех авто при наличии разрешения инспекторы нашли недочеты в атрибутике или документации. Но несмотря ни на что быть легальным спокойней, уверены перевозчики. Сейчас не боишься, вот работаешь, не думаешь, что сейчас вот милиционеры там останавливают, спрашивают какие-то документы. А раньше было вот страшно, а сейчас нет. Сейчас смело вот работаем, без страха. А вот нелегалам есть чего бояться. С недавнего времени автомобиль нарушителя 69-го закона может быть изъят как вещественное доказательство и отправлен на спецстоянку. Так что если бы акция не была инициирована профсоюзом, таксисты, не имеющие разрешения на перевозку, вполне могли бы уйти отсюда пешком. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванов.